Добрый день! Вы смотрите Новые Лица. И сегодня мы решили познакомить вас с корреспондентами, которые прошли кастинг, обучение на нашем канале и теперь снимают свои пилотные программы. Хочу представить вам Илью Кликова. Добрый день! Илья, ты стажируешься на канале уже больше двух месяцев. Скажи, пожалуйста, представление о телевидении поменялось с тех пор, Оно поменялось, оно углубилось. Я увидел, какое большое количество работы выполняет корреспондент и увидел то, что он одновременно и сборщик информации, и редактор, и иногда даже режиссер. То есть он комплексный творец в его репортаже, а не просто лицо, которое говорится с экрана. Илья, скажи, пожалуйста, какой материал ты готовил в этом выпуске? Я готовил материал о недостатке педагогов в городе Кирове, в образовательных учреждениях. И мне было это довольно интересно, поскольку целый год я сам проработал в школе. И я узнал довольно много нового в этом материале. Илья, а сейчас я предлагаю посмотреть твой сюжет. 36 часов в неделю вместо положенных 18 проводят в спортзалах учителя физкультуры школы номер 9. Начать работать на две ставки педагогам пришлось полгода назад, когда из школы ушел один из коллег. Из-за финансовых трудностей он пошел служить по контракту. Директор учебного учреждения Нина Аксенова отмечает, случай не единичный. В последние годы ситуация с кадрами крайне непростая. Конечно, кризис. Если мы не можем в городе найти учителей основных специальностей русского языка и литературы, истории, учителей начальных классов, но начальные классы – это уже притчевые языцы, их давно уже не хватает. На измор, на износ работают учители. Оставшимся педагогам начальной школы приходится вести по два класса – в первую и во вторую смену. Директор рассказывает, регулярно обращаемся в департамент образования с заявками на новые кадры, но помощь не приходит. Кадровый кризис вызван старением всей системы образования, где средний возраст учителя – 53 года. В департаменте уверены – нужно делать ставку на новое поколение. Молодые педагоги нужны школе, так как новая струя. Дети тянутся всегда более молодым педагогам и стараются быть похожими на них. В школе номер 31 молодых специалистов больше всего в городе. Шестеро педагогов пришли в ее стены сразу после колледжей и университетов. Школьные администрации делятся секретом такого успеха. Наверное, про нашу школу можно сказать, что она у нас домашняя школа. Мы все собираемся, мы друг друга все поздравляем с праздниками, с днями рождения, пьем чай. Юлия Балдина ведет здесь математику и информатику 3 года. Но уже сегодня школа помогла ей решить главный жизненный вопрос. Юлия с семьей живет не в съемном жилье, а в своей квартире. Сейчас с служебным жильем это очень просто. То есть сейчас просто приходишь на работу и работаешь с удовольствием, не думаешь о лишних затратах, о лишней головной боли. Особая атмосфера, доплаты, помощь опытных коллег и возможность для творчества таким пряникам привлекают молодых специалистов. И они, чувствуя поддержку, стараются платить школе тем же. Пока чиновники от образования уверяют, поддержка молодых педагогов продолжится, зарплаты будут расти, служебное жилье строится. Но директора школ переживают. Если не поспешить, вся система образования уйдет на пенсию вместе с педагогами. Учителей уже требуется больше 150. На 42 тысячи кировских школьников. Илья Куликов, Дмитрий Подлевских, Новые лица. Пока директора школ ломают голову над решением кадрового вопрос, сотрудники ГИБДД обеспокоены безопасностью школьников на дорогах. Наш корреспондент Анастасия Шерстнева отправилась с инспекторами в рейд и даже провела свое небольшое исследование на тему, как часто школьники нарушают правила дорожного движения. Эксперимент это громко сказано. Мы решили с оператором спрятаться. Приехали в простой школе, средней. Сидели, ждали. Потом застекли время. За полчаса, сколько человек пройдет, когда нет сотрудников ГИБДД, сколько пройдет в неположенном месте. Что получилось, посмотрим в сюжете. Только за минувшие 8 месяцев в области произошло более 130 дорожно-транспортных происшествий с детьми. Причем в половине случаев виноваты сами школьники. Дабы избежать роста аварии, инспекторы ГИБДД проводят акцию. Ежегодно в первую неделю сентября они несут службу на пешеходных переходах вблизи школ. В рамках операции «Внимание, дети» сотрудник, который стоит возле школы, не только наказывает за правонарушения, он ведет еще и профилактическую работу. То есть он показывает водителям на мелкие нарушения, предупреждает правонарушения, которые могут быть совершены в будущем. Ну и, естественно, раздает такую печатную продукцию. В качестве профилактики сотрудники полиции проверяют ремни безопасности и наличие детских автокресел. Водителям раздают брошюры, чтобы напомнить о правилах дорожного движения. А вот эта книжка про маленького мальчика Петю. Она помогает детям познакомиться с основными дорожными знаками и принципами поведения на улице. В акции участвуют около 70 инспекторов. Каждый день они следят за порядком у пешеходных переходов. Но эффективно ли это? Вот такие вот акции сотрудников ГИБДД, это говорит о многом, заставляет задуматься, во-первых. Ну, я думаю, что это в любом случае какие-то плюсы принесет, и водитель будет внимательнее на дорогах. Мы решили провести эксперимент. В обед, когда полицейские уже покинули пост, наша съемочная группа приехала к обычной средней школе Кирова. Цель была выяснить, сколько детей нарушают правила, если над ними нет контроля в лице правоохранительных органов. Исследование показало, что из ста человек лишь двое пришли дорогу в неположенном месте. И то потому, что ждали, пока их заберут родители. Операция продлится до 9 сентября. Однако название акции «Внимание!» дети не потеряет своей актуальности. Причем внимательными должны быть как водители, так и сами школьники. Ведь переходя дорогу, нужно помнить, что лучше опоздать на минуту, чем навсегда. Анастасия Шерстнева, Дмитрий Подлевских, Новая лица. Дорожная тема только уже с точки зрения водителя заинтересовала другого нашего автора, Алексея Тыщенко. Автолюбитель устал переживать за свою подвеску. И решил выяснить, почему афоризм про главную российскую беду, актуальный еще во времена Гоголя, до сих пор не стал архаизмом. Леша, почему дороги у нас до сих пор плохие? Ты знаешь, Аня, исходя из своего сюжета, я понял, что вся проблема финансирования. А вот кому и сколько не хватает, я попытался выяснить в своем сюжете. Давайте выясним. Ну вот, последствия езды по нашим дорогам, они, конечно, плачевные. Автовладелец Александр Ишимов в отчаянии. За сезон о дорогах нашего региона в общей сложности он испортил шесть колес, включая резину и диски. Но это, говорит Александр, не самое страшное. Когда попадаешь в яму при ударах, просто при мелких выборинах, урон большой подвеске. То есть это рулевое управление, самой подвеске, сама амортизация автомобиля, кузов, все страдает. Причину всего этого автолюбитель видит в некачественных материалах дорожного покрытия. Но почему власти экономят, не понимает. Может за них все-таки, как ни кушать, и платим налоги на дороги и все остальное. Ничего другого в рамках поддерживающего ремонта, в рамках этих денег, которые есть, относительно небольших денег, чем выполнение ямочного ремонта, выполнение ремонта небольшими картами, нам не придумать. По словам директора Кировского дорожного хозяйства, суммы, которая выделяется бюджетом, а это около 300 миллионов рублей, хватает лишь на то, чтобы поделать 140 тысяч квадратных метров старого покрытия. Но никак не сделать новое. Да где им деньги взять, и у них голова должна болеть. Александр, водитель такси с большим стажем, говорит, что 10 лет назад дорожная ситуация была еще хуже. Впрочем, и сейчас изменения незначительные. На ремонт старых дорожных покрытий вместо прокладки новых смотрит так. Хватает на сезон, наступая от весна, и происходит все то же самое. Деньги закапывают и закапывают в дороге. Дешевые материалы, некачественное финансирование, причины можно искать до бесконечности. Но из года в год дорожная ситуация в Кирове не улучшается. Впереди зима, которая на время скроет все дорожные погрешности. Но автомобилисты переживают, что с началом нового сезона все повторится, и снег растает вместе с асфальтом. Получается, что дороги вроде как делаются для водителей, а в плюсе от этого работники совершенно других структур. Такая вот ирония. Я ломаю этому довольно только слесаря, потому что машины постоянно у людей в сервисе, постоянно ремонтируются. Алексей Тыщенко, Дмитрий Подвеских, новые лица. Утром съемки в детском саду, днем в зале суда, а вечером на концерте известной группы. Корреспондент должен обладать широким кругозором. В этом убедилась Катерина Кова. На этой неделе она работала в одном из отделений травм в больнице. Катя, я знаю, что во время съемок этого репортажа у вас возникла непредвиденная ситуация. Мы ездили в больницу снимать операцию на позвоночнике, но получилось так, что делали операцию на ноге. Мы это, собственно говоря, и сняли. Но, слава богу, выкрутились, нашли, что показать. В итоге будет очень интересно. Итак, репортаж находчивой Екатерины Кова. Вот так раньше выглядел позвоночник трехлетней Ангелины Посютиной. Он был деформирован с самого рождения. Ребенок рос, болезнь прогрессировала. И со временем начались неврологические расстройства. Мы ездили по больницам сделать, как сказали, операцию. То заболевания были, то простыням, то и так вот тянулось. Но принять непростое решение все же пришлось. Мама Ангелина вспоминает, собраться с духом и дать согласие ей было непросто. Очень было нехорошо, но все переживало. Операция длилась долгие пять часов. Ее проводила опытная команда специалистов под руководством главного врача Кировской травмбольницы Дмитрия Курдюмова. Работа была проделана немалая. Убраны добавочные полупозвонок. Поставлена транспедикулярная система. Она будет блокировать рост позвоночника по этой стороне. Случаи Ангелины не первые, не последние среди детей. Впрочем, врачи отмечают, недавно наметилась еще одна тенденция. Все чаще за помощью обращаются взрослые. В Кирове позвоночники оперируют только с 2008 года. До этого больных направляли в крупные города. Такой вариант подходил далеко не всем. Были и те, кто просто не знал о современных методах лечения. Елена как раз такая пациентка. Девушке 26. Ее прооперировали всего несколько дней назад. Но она уже уверена, после операции ее жизнь изменится только к лучшему. Я про операцию узнала уже недавно совсем, что здесь делают. И вот и решилась. В случае Елены возраст не стал помехой. Однако специалисты рекомендуют регулярно наблюдаться у доктора сразу после выявления патологии либо болезни. Ангелина начала лечение вовремя, но ее ждет длительный период реабилитации и еще не раз ей придется вернуться в больницу. У сложнейшей операции на растущем позвоночнике есть свои особенности. Но только так можно добиться стабильного результата. Касиринакова, Дмитрий Подлевских, программа «Новые лица». О здоровье нужно думать почти с пеленок. У прогрессивных родителей Кирова появился новый тренд. Своё чадо они начинают развивать почти сразу после рождения. За тренировками юных олимпийцев наблюдал Илья Куликов. Маленькая Павла с удовольствием плещется в бассейне, пусть пока и с чужой помощью. Но уже после года она поплывет сама, уверяет инструктор Елена Дениченко. Заняться грудничковым плаванием родителям Павлы посоветовал педиатр. Спустя 4 месяца занятий есть первые итоги. Снизился гипертонус, ребёнок стал хорошо спать и чаще улыбаться. Сейчас дома, когда я несу круг для купания, всё, мы все радостные, счастливые вообще. Остановить не можем, несём в ванну, всё. Там мама выходит вся сырая, мылась мама, а не Павла. Инструктор Павла Елена Дениченко много лет помогает малышам укреплять здоровье плаванием. Освоить эту методику её подтолкнула сама жизнь. Когда родился ребёнок, не очень удачно, чтобы избежать проблем, чтобы избежать большого количества лекарств, я начала полномерно заниматься с ребёнком ранним плаванием, закаливанием, дыхательной гимнастикой. Сейчас сын Елены уже подросток, почти не болеет и отлично плавает. И это, по мнению мамы и тренера, их самая большая победа. На основе существующих программ по грудничковому плаванию Елена разработала собственную методику, главный принцип которой – постепенность. 35 градусов по Цельсию. Такая температура идеальна для маленьких пловцов. Со временем тренеры рекомендуют снижать её до 30 градусов. Тогда к пользе от плавания добавится эффект закаливания. И это поможет детям расти здоровыми и крепкими. Поскакали, как лягушки. Как лягушки захватили, что скачула. Скачущие лягушки, полёты в космос и поездки на верблюдах. Свои занятия фитнес-инструктор Анна Вахрушева проводит в игровой форме. Идея необычных тренировок пришла к ней, когда спортсменка сама стала мамой. Анна хотела заниматься любимой работой и одновременно проводить больше времени с дочерью. Так появилась программа «Мама и малыш». Вот мы на занятиях даём физическое развитие ребёнку, что очень хорошо сказывается на его здоровье. То есть тут проходит и лечебная гимнастика, и вообще ребёнок развивается очень хорошо. В своих занятиях Анна делает упор не только на физические упражнения, но и на постоянный контакт мамы с малышом. О пользе совместных занятий говорит и педиатр Елена Прокошева. Она отмечает, и плавание, и фитнес полезны для маленьких детей, особенно если рядом любящие родители. Массажики с трёх месяцев, да, мячики с двух-двух с половиной, пожалуйста, и смотрим за общим состоянием ребёнка. Если он виловат, значит, ребёнку это бы нежелательно делать. А купание, пожалуйста, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Начинать занятия с такими крохами нужно с разрешения педиатра. Важно также учитывать и желание самого малыша. Только тогда дети действительно полюбят спорт и в будущем смогут стать настоящими чемпионами. Илья Куликов, Александр Брызгалов, Александр Алетова. Новые лица. Чтобы быть здоровым, нужно не только заниматься спортом, но и правильно питаться. Теперь так точно знает Никита Скопин. Журналист побывал на Большом празднике хлеба. Он выяснил, что современные батоны и булки уже не те, что были раньше. Никита, скажи, пожалуйста, что тебя удивило на ярмарке хлеба? Меня удивило то, что на хлеб сложилась отдельная мода. И народ уже не просто выбирает из белого и черного хлеба, а из множества разнообразия хлеба с пшеницей, хлеба с черносливом. Вот об этом и есть мой сюжет. Итак, последняя тенденция хлебной моды. У нас более 180 предприятий, которые занимаются производством кондитерских изделий. Не зря русская пословица говорит, что хлеб всему голова. Можно сказать, что в настоящее время люди меньше стали хлеба есть. И поэтому хотят, чтобы хлеб был не просто белый и черный, чтобы он, во-первых, был вкусный, чтобы хлеб был с семечками, с кунжутами, то есть разнообразная, чтобы продукция была. Вот именно такая продукция, которая представлена вот и на этой выставке. Вот сейчас люди отдают предпочтение здоровому питанию. Хлеб – здравое зерно на пророщенной ржи, хлеб – савитал. То есть отходят от массовых сортов, людям хочется что-то интересное попробовать. То есть хлеб сейчас иногда заменяет даже лакомства, кондитерские изделия. В моем детстве такого количества хлеба не было. Соль, дрожжи, вот сама смесь, вода и немного опар. И уникальный продукт для технологической переработки – это силы ржи, которые вот справа от вас есть тент. И, значит, предложим этот продукт, очень полезный. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз. И глаза закрываю на миг, забыв, что я красная сейчас. И только тут порядка, девчоночка-слуглянка. Мне будет разом, всего лишь как шуток, Мои, ты будешь на путь, а то... Вы смотрели «Новые лица». Написать рецензию на работы начинающих корреспондентов вы можете на сайте davici.ru или в нашей официальной группе ВКонтакте. Следующая программа выйдет через неделю в 16.10. Авторские проекты представит мой коллега Дмитрий Целищев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова